МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня у нас в гостях Светлана Халфина. Это председатель Союза предпринимателей города Кумертау. Поводом для нашей встречи стало приятное для многих предпринимателей событие, потому что 26 мая отмечается День российского предпринимателя. Или предпринимательства? Предприниматель. День предпринимателя, да? Вот по этому поводу мы вас пригласили. Здравствуйте, рада вас видеть в студии. Здравствуйте, Алексей. Ну, давайте эти полчаса, 25 минут мы как раз-таки посвятим предпринимательству малому и среднему у нас в городе. Вот именно начнем с того, что вы как раз председатель Союза предпринимателей. Ну, на всякий случай так, напомнить, да, что такое Союз предпринимателей, его функции у нас в городе вообще, то есть есть ли реальная помощь. Давайте с этого начнем. Ну, у нас Союз предпринимателей города Кумерта образован в 2000 году. На самом деле у нас очень такие яркие, креативные предприниматели, очень талантливые, успешные. Мы собираемся, чтобы проводить семинары обучающие, приглашаем очень хороших бизнес-тренеров различных, в том числе Софы из Москвы. Мы также вырабатываем какие-то предложения по изменению, внесению в законодательство, которое регулирует предпринимательскую деятельность. И направляем их в Кургтай, Республики Башкортостан. И на различные общественные площадки, объединения предпринимателей на федеральном, региональном уровне. Плотно работаем с АОП, Республики Башкортостан. Я туда от Союза предпринимателей вхожу в состав Совета. САОП – это что за аббревиатор? АОП – это Ассоциация Объединения Предпринимателей Республики Башкортостан. – То есть это имеет действительно реальную какую-то силу для предпринимателей? Или это вот такой небольшой, скажем так, круг по интересам? АОП – нет, ну вы знаете, вот какие-то, естественно, все наши инициативы и предложения, они не бывают такого, что раз, все приняли, все заработало. – Все заработало. – Все заработало, да, нет, конечно. Но, например, вот буквально недавно пример такой у нас, такой закон сейчас ввели изменения при сборе, вывезе ТКО, это мусора, да, в том числе и для предпринимателей. И предприниматели столкнулись с серьезными проблемами при заключении договора, потому что там нормативы, по которым заставляют заключать договора предприниматели, региональные операторы, они чудовищные, астрономические, там суммы могут быть такие, что проще закрыть бизнес и не работать. И вот мы собирались здесь в Коммертау сначала, выработали предложение, потом я поехала уже в Уфу, в ассоциацию, как раз мы там уже встречались с замминистра природопользования, и все эти предложения озвучили, часть из них были приняты. То есть это работает. – Работает, то есть это непросто официально. – Недавно мы проводили очень интересный проект, реализовали здесь в Коммертау тоже на площадке Союза, работали со школьниками, предпринимателями. На самом деле получился очень хороший проект, очень много мероприятий интересных, и наш проект даже в число лучших проектов Республики Башкортостан вынесли в список, это в общественной палате Республики Башкортостан. Было приятно. – Ну да, действительно, значит не зря существуем, не зря работаем. Но вообще как кумертауский бизнес себя сейчас чувствует, малый и средний? – Ну по-разному, так и везде, собственно. То есть сейчас развивается конкуренция, и естественно, если ты остался в прошлом веке, не развиваешься сам, то ты не сможешь конкурировать со своими конкурентами. Естественно, нужно очень много работать. Сейчас предприниматели, на самом деле, большие трудяги, им приходится очень много работать. Это знаете, как вот, есть же такая сказка «Алиса в стране чудес». Там Алиса говорила о том, что чтобы стоять на месте, нужно очень быстро бежать. То есть вот сейчас именно на таком темпе мы живем. – Чтобы стоять на месте, нужно бежать. – Мы быстро бежим. – Ну в принципе да, то есть если ты чуть-чуть отстал, да, до тех же самых инноваций каких-то получается, да, все уже где-то… – Да, нужно постоянно работать над повышением автоматизации бизнес-процессов. Нужно постоянно какие-то технологии внедрять, в том числе маркетинг сейчас очень большое значение. Даже, наверное, больше нужно уметь продавать. – Чем производить? – Да, наверное. Даже трудно, знаете, сказать, что важнее, яйцо или курица. Кто первый? – Ну да, философский вопрос получается. Ну а вообще, сколько людей сейчас занято в малом бизнесе? – В Кумертау в малом бизнесе, как наемные сотрудники, трудятся где-то в районе 9 тысяч человек, населения города. А самих субъектов предпринимательской деятельности где-то около 1700. – 1700, то есть на одного предпринимателя где-то получается по 7 работников, если так… – Ну, утрировать, да? – Ну, утрировать, наверное, да, давайте. – Нет, ну все равно, то есть 9 тысяч работают на предпринимателя. Это, в принципе, для Кумертау большая цифра получается. – Это хорошая цифра, конечно, и я считаю, что предприниматели большие молодцы, что создают столько рабочих мест. – Ну, здесь и на них же сразу же ложится вот именно такая социальная, скажем так, ответственность. – Конечно, конечно, вся буквально социальная ответственность. Все, что должно быть, это и налоги, и отпуска, и больничные, и все как положено. – Все это есть? – Ну да. – Ну да. Нет, хотя идет же борьба, да, вот как раз таки с серыми зарплатами и так далее. – Ну, конечно, она постоянно идет, да. – Так, ну, рост или спад наблюдается, по-вашему? – Была вот, ну, если брать, например, 2019 год, в начале была такая небольшая динамика спада, то есть спад был, да, а сейчас наблюдается вот в мае плюс 22 новых предпринимателя было зарегистрировано. То есть все-таки подъем. – То есть вы с точки зрения вот именно количества предпринимателей, да? – Да. – А с экономической точки зрения есть такие цифры, или это их сложно сейчас как-то озвучить? – Вот, знаете, наверное, по результатам полугодия. – Полугодия, да, смотри, да, получается. Кварталы-то мало, получается. – Ну да, да, да. Тем более это такие месяца, январь, февраль, марта, они такие сложные. – Они сложные. – Спад, спад, да, все наблюдают. – Они сложные для всех предпринимателей, поэтому. – Некоторые выживают в эти месяца, в эти месяца выживают. – Так, ну а какие отрасли вот у нас в Кумертау, вот, ну, скажем так, в авангарде, да, то есть впереди Кумертау все, вот именно в плане бизнеса, какие, может быть, отстают? Вот здесь есть какая-то тенденция определенная? – Ну да, конечно, как и везде, это в основном торговля, то есть флагман, так скажем, да, сфера. Потом чуть меньше это услуги и далее уже там по остаточному принципу производства, IT-технологии, может быть, там… – А IT- это отдельная, да, такая все-таки графа в бизнесе, IT-технологии? – Ну да, как бы если смотреть там структуру, то я думаю, что это очень мало, конечно. – Но все-таки, но все-таки присутствует, да. – Тем более у нас же сейчас такую шикарную, замечательную площадку создали, такую конторию, и там как раз и создаются, так скажем, те ростки, которые потом дальше должны вырасти, вот все эти технологии, которые мы ждем. – Ну что ж, по цифрам так пробежались, да, более-менее, ну, интересная такая динамика, мне так кажется, да, вот если для анализа посмотреть. Но все-таки вот есть вот вам, кажется, куда, если вдруг кто-то решил открыть бизнес, да, какое, скажем так, какое направление более-менее свободное от конкуренции? – Знаете, здесь вот так вот очень сложно сказать, да, на самом деле есть такая корпорация развития МСП, и у них есть сайт, на котором они создали такой сервис, где можно зайти и посмотреть свой город, какие есть ниши свободные, помещения и так далее. То есть в каких-то городах это уже подключены, и там, допустим, предприниматели начинающие, или те граждане, которые хотят сайт предпринимателей, могут зайти на этот сайт и посмотреть. В Кумертау тоже, то есть для Кумертау тоже готовится, вот, так скажем, возможность такая, чтобы кумертауские предприниматели тоже могли заходить и смотреть, и выбирать для себя. Там этот сервис, он бесплатный, то есть ты заходишь, смотришь, свободные ниши какие есть, какие помещения свободные, бизнес-план себе делаешь там. То есть это можно сделать там, да? – Да, 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 но вот он еще пока не заработал, но я думаю, что скоро уже заработает. – На всякий случай, как называется? – Так, портал бизнес-навигатора МСП. – МСП? – Да. – Ну, это, если что, в поисковике можно набить, и этого будет достаточно уже и выйдет. Ну, по крайней мере, по другим там можно, то есть, мне вот интересно, бизнес-план, да, он же обязательно нужен для того, чтобы открыть свой бизнес, да, сейчас? – Ну, если ты идешь куда-то, допустим, ну, для участия в программе поддержки муниципальной, или ты идешь в банк, или еще куда-то, конечно, да. – Хорошо, понятно. Ваше мнение, вот на какие проблемы все-таки, да, вот вы хотели бы бизнеса, в первую очередь, хотели бы обратить внимание? – Ну, проблем-то много, мы здесь все не сможем, не успеем рассказать. Ну, вот, например, давайте так, вот мой бухгалтер мне сказал, ну, во-первых, это нагрузка, отчетная нагрузка, да, мне мой бухгалтер говорит, слушайте, говорит, вот мы до того, как государство не начало заниматься уменьшением нагрузки на бизнес, мы, говорит, сдавали в два раза меньше отчетов. – Да ладно? – Да, серьезно, то есть, понимаете, да, то есть, мы, говорит, сейчас сдаем в два раза больше, чем сдавали раньше. Но это, конечно, на самом деле очень сильно тормозит. Вот эта нагрузка отчетная, ее нужно сделать ревизию, и мы на площадке союза предпринимателей тоже вырабатывали предложения, обращались в различные инстанции, там, на региональном, федеральном уровне, с просьбой провести ревизию и уменьшить эту отчетность. Ну, конечно, что-то делается для этого, что-то делается, но появляются новые, новые, понимаете, вот, отни сокращают, другие понимают, появляются здесь. – Как гидро получается, у меня голову срубил, две выросли. – Здесь нужно как-то по-другому делать, там, отменил один закон, там, внес один закон, отменил два, да, то есть, как-то вот. Но сейчас хотят сделать, вот говорил и премьер-министр правительства Российской Федерации, что будут вводить гильотину, регуляторную гильотину, и таким образом хотят как раз провести вот эту ревизию и уменьшить вот эту нагрузку на бизнес. На сегодняшний день существует около 9 тысяч нормативных актов, и в каждом нормативном акте там может быть куча каких-то там требований, да, то есть, со слов экспертов, это где-то в районе двух миллионов. Ну, это же, мы не постежимы, это кошмар, это кошмар. – Это уследить за всем надо, получается, да, и всему соответствовать. – Ну, и здесь, конечно, еще вот новая беда – это приостановка, блокировка расчетных счетов предпринимателей. Для расчета, для предпринимателя, для бизнеса, когда, допустим, замораживают твои деньги, но это смерти подобно, да, этот бизнес может просто умереть. – А как думают такая практика? – Ну, есть, так скажем, история, там, 2018 года, продолжается она, в 2019 году. – Ну, то есть, раньше для того, чтобы заморозить, скажем так, я правильно понимаю, счета, то есть, нужно было что-то большее, да, то есть, какой-то процесс запустить, чтобы заморозить счета, а сейчас это проще делать. – Ну, да, там, то есть, у банков есть инструкция, центрального банка, они следуют ей какие-то подозрительные операции, переводы и так далее, они блокируют. Вот, иногда вообще без объяснения, то есть, конечно, нужно как-то внести здесь какую-то ясность и ограничивать эти действия. – То есть, серьезно, без объяснения причины получается? – Ну, есть и такие случаи, предприниматели жалуются. – Бывает. – Ну, это, конечно, говорю, больше информацию общероссийскую такую, да, но все равно, я знаю, здесь и в Кумертау тоже, некие предприниматели там пострадали от таких действий. – Так. – Хотя, вроде, они ничего плохого не делали. – Ничего противозаконного. То есть, это даже без налоговый, без ничего, получается, другие совершенно какие-то. – Ну, и проверки, штрафы. Здесь такой интересный момент. Опять-таки, да, там, когда решили бороться и улучшить, так скажем, ситуацию, предпринимательский климат, мы узнаем, что, оказывается, по статистике штрафов стало в два раза больше с предпринимателями собираться. И министр финансов Антон Силуанов, министр финансов Российской Федерации сказал о том, что вообще, и вообще, значит, рост штрафов, он развивает экономику. Конечно, странно это слышать, но… – Странная, да, действительно, точка зрения, но может быть ему виднее, конечно. – Ну, любые штрафы, это, знаете, это большой стресс для предпринимателей, любые проверки – это большой стресс. Ну, вот сейчас президент Российской Федерации Владимир Путин дал распоряжение все-таки ввести вот эту вот регуляторную гильотину и говорил о том, что нужно ввести, вводить более широко рискоориентированный подход при проверках, ввести понятие инспекционный визит, уменьшить, во-первых, сделать штрафы разные, чтобы они не были для всех одинаковыми. – Ну, конечно, большому предприятию, если там те же самые нет. – Большое предприятие, оно может даже и не почувствовать там какой-то штраф, а, допустим, маленький предприниматель, он просто закроется, еще и должен останется, понимаете? – Ну, все так грустно получается. – Да, нет, зачем? Ну, вот есть, например, еще проблемы, да, в части там налогообложения, нагрузки налоговые и сложности в доступности финансов для предпринимателей. Ну, вот, например, если говорить отдельно про город Кумертау, для предпринимателя города Кумертау здесь созданы уникальные возможности. Это, конечно, стараниями главы города Беляева Бориса и его команды, фонда моногородов. На самом деле уникальная возможность создана – это займ под 0% под реализацию проектов от 10 миллионов до 250 миллионов, до 15 лет – срок предоставления, то есть на реализацию проекта. Но здесь нужно будет банковскую гарантию предоставлять. Но банковская гарантия, насколько мы общались на эту тему с банками, не должна превышать там, ну, не более 3-3,5% – это банковская гарантия. Вот, и у нас уже есть информация о том, что подаются документы фонд на получение этого займа, и в основном сотрудничество идёт на сегодняшний день с ВТБ банком, и в основном это срок реализации проекта подаётся на 7 лет. Ну, так заявители захотятся. Я так понимаю, если заявители нужно будет на 10 лет, наверное, и... — Одобрите на 10? — Наверное, да. То есть пока практики нет, пока на 7 лет, ну... — То есть это, если проект от 10 миллионов, да, стоимость? — Да. — От 10 и выше. — И до 250 миллионов. — Но 10 миллионов – это для бизнеса, по-моему, не очень большая сумма, или нет? — Ну, если это, конечно, маленький бизнес, для него, наверное, большая. — Большая. — Да, но здесь для маленького бизнеса есть другой механизм финансирования, который на республиканском уровне существует. Это действует, это центр микрофинансирования. Там под 7,5% для субъектов моногородов, вот для Кумертау, в частности, да. То есть там до 3 миллионов сейчас должны были повысить до 5. Тоже вполне приемлемо. Ну и, конечно же, уникальная возможность — это по налогообложению. Те льготы, которые существуют в Кумертау, они действительно уникальны. Это вместо 30% налога на зарплату можно оплатить 7,6%. При условии, что ты получил статус резидента, создал не менее 10 рабочих мест новых и вложил сейчас 2,5 миллиона. Раньше это была цифра в два раза больше. 20 рабочих мест и 5 миллионов, а сейчас вот уменьшилось. Опять-таки, наш глава пробил, как обычно, пробил новую возможность для предпринимателей города. Нет, действительно хорошая возможность. Но, коль мы о Тосаре говорим, да, вот, ну, бытует иногда такое мнение, то, что вот, ну, это все-таки больше для, так сказать, инвесторов, которые извне приходят в Кумертау. Так ли это? Или все-таки для кумертауского бизнеса в Тосаре тоже есть место? Да, ну, во-первых, любой предприниматель города Кумертау может стать резидентом Тосар. И получать эти льготы. Поэтому не только для инвесторов, которые приезжают откуда-то, пожалуйста, предприниматели наши местные тоже могут воспользоваться и льготами, и займом. Но, если ты даже не становишься резидентом, ты все равно получаешь эффект, он такой, знаете, мультипликативный эффект. Когда инвестор из другого города, допустим, даже регионы к нам же приезжают со всей России, да, открывает производство, создает рабочие места, платит заработную плату населению. То есть те люди, которые не могли прийти к тебе, купить твои продукты, товары, услуги, да, оплатить, они сейчас могут это сделать, прийти к тебе, у тебя увеличивается спрос. Далее, тот резидент, который сюда приходит, естественно, он что-то выстраивает, что-то там ремонтирует, что-то покупает, да, ему нужны какие-то услуги. Он опять-таки обращается к предпринимателю за товарами и услугами. Поэтому здесь эффект и от того, что ты сам станешь резидентом, получишь эти льготы, и просто повышается, так скажем, спрос населения, там, платежеспособность населения растет, да, спрос от инвесторов на твои услуги, конечно, это большая польза. То есть их как бы так отдается, да, получается? Но, в принципе, да. Но, опять же, мы говорили о поддержке предпринимателей, да, еще есть какие-то, чем может воспользоваться, скажем так, предпринимателю городу Кумертову, какие поддержки есть со стороны города, с моего республики? Ну, вот на сегодняшний день скоро должна заработать муниципальная программа поддержки предпринимателей. Предприниматели всегда ее очень ждут, готовятся. На сегодняшний день создано немало уже, так скажем, новых предприятий, там, производства, зарегистрированные предприниматели именно при помощи этой муниципальной программы. На самом деле, те денежные средства в размере, да, допустим, там, 95 миллионов, там, 93 миллиона, уже два года подряд Кумертау было в числе лидеров по привлечению размера суммы финансовой поддержки предпринимателям города. Вот вдумайтесь, среди таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, то есть, понимаете, да, то есть, мы с ними лидировали, да, мы были тройка в России городов, тройка, да, по привлечению, да, там, размера финансовой поддержки предпринимателям. Конечно, предприниматели благодарны, те, которые участвовали, они получили такую возможность, ну, как, то есть, безвозвратная сумма, которую ты получаешь, но, естественно, у тебя есть обязательство создать рабочие места. Да, и это правильно. Конечно. Проводится конкурсная основа, ты приходишь со своим проектом, подготовишь пакет документов, важно, чтобы у тебя не было долгов перед бюджетом, налогом, вот, и, естественно, на конкурсной основе проходишь. Там бальная система, в зависимости от того, сколько ты создаешь рабочих мест, ты претендуешь на поддержку. Получаешь ее. Чем больше создаешь рабочих мест, тем у тебя больше шансов получить это. Конечно, да, да. Или сумма уже тоже от этого зависит? Ну, в первое время не зависело, а потом все-таки начали эти критерии. Да, вот, например, в центре микрофинансирования именно так. То есть, там, допустим, если ты хочешь получить кредит, там, 3 миллиона, ты должен создать столько-то рабочих мест. Если два, столько-то, то это градируется. Но, наверное, это правильно, потому что все-таки предприниматель берет на себя социальную ответственность, да, там, и создает новые рабочие места, это же все благо для общества. Да, согласен полностью. То есть, раньше говорили, малый и средний бизнес, это один из столпов, да, экономики, то есть, говорили, там, чуть ли не треть там должна быть и так далее. Вот сейчас изменилось отношение со стороны государства? Ну, делается, на самом деле, конечно, немало. Очень много, так скажем, и вносятся предложений, и вроде как реализуются именно эти национальные всякие там проекты, нацпроекты, как их называют. Ну, вот печальная статистика. Буквально недавно Федеральная антимонопольная служба озвучила доклад о том, что на сегодняшний день идет сужение, так скажем, частной инициативы, ограничения, потому что идет где-то в районе 60-70 процентов у нас, это государственный бизнес, экономики, структуры экономики, а должно быть наоборот. А быть наоборот. Да, то есть, со слов доклада ФАЗ мы понимаем, что находится это на высочайшем уровне, это данные 2018 года, вот на высочайшем уровне именно вот такая пропорция в экономике на сегодняшний день существует. Это, конечно, печально. Ну, наверное, да, тем более вы, как предприниматель, люди говорят, нет, нет, серьезно, я думаю, то, что да, потому что многие же государства, наоборот, живут, и когда малый бизнес очень процветает, и там как раз-таки сама экономика. Ну, естественно, конечно, конечно, у нас много примеров, там, это же много стран, которые именно развиты, да, где доля до 90 процентов может доходить. То есть, ну, и потом надо учитывать, что вот это по исследованию Сбербанка, буквально недавно исследование Сбербанк провел, он утверждает, что у нас где-то в районе 3 процентов населения вообще на сегодняшний день является активной частью предпринимательства. То есть, активными предпринимателями, реально работающими. Вот, это тоже очень печально. 3 процента, а остальные-то как раз-таки бюджетники, которые работают по найму, да, получается? Ну, получается так. Либо, как их там называют, фрилансеры, которые... А, фрилансеры, да. Да, обещают. Да. Ну, а что делать тогда, по вашему мнению? Ну, нужно обучать предпринимательство с детского сада, детского сада, школе, проводить специальные программы, обучать детей, студентов, ходить в проект, реализовывать его, выходить из проекта. Работать. Работать. С этого возраста, да. И потом, сейчас у нас пенсионный возраст поднялся. Ну, давайте, вот, как-то, может быть, старшее поколение в социальный бизнес будем привлекать. У нас же есть программы поддержки. Ну, по-вашему, что вот еще стоит добавить, чтобы бизнес себя чувствовал лучше? Ну, не будем так глобально брать на всю страну, да, там, у кого есть голова большая поездом, мы тут в Кумертау. В Кумертау, да. Кумертау. Ну, вот, скажу, у нас есть одно очень такое хорошее предложение, оно родилось на площадке Союза предпринимателей. Вот у нас сейчас есть, допустим, государственные муниципальные закупки. И там выделена, так скажем, такая доля для малого и среднего бизнеса. Остальное там крупный бизнес. Это около 20% это доля для малого и среднего бизнеса. Вот на эту, так скажем, на этот процент бюджетных закупок должен быть произведен у малого и среднего бизнеса. Мы предлагаем дать еще 10% сверху квоту для субъектов моногородов. Тогда мы повысим в разы, так скажем, привлекательность моногородов. Тогда будут именно стараться в моногородах открывать свои производства, чтобы у них была дополнительная квота при государственных закупках. Вот, такое есть предложение. Так, я просто для себя сейчас попробую так. Есть большой пирог, да, скажем так, государственных заказов. Да, 20% малого и среднего вообще по России, а еще 10% дайте, пожалуйста, субъекты моногородов. Ну, ладно, может быть, мы слишком много просим. Ну, хотя бы для резидентов территории опережающего развития. Вот, для тех резидентов, которые инвестируют реально, создают рабочие места, там, да, дайте им. Это заработает? Ну, а там же можно, допустим, грозировать, да, допустим, если на аукцион не пришла заявка с моногорода, то тогда она автоматически переходит к малому и среднему бизнесу, любому, да, там. Или, например, такого товара нет. Ну, это можно все предусмотреть. Проработать. Ну, в принципе, идея хорошая. Это же работает для малого бизнеса России, да, там, квота, это же все контролируется, отслеживается. Почему? Это тоже может отслеживаться. Ну, это реально воплотить в жизнь? Реально, вполне. То есть... Мы с экспертами обсуждали это, это вполне реально воплотить в жизнь. Ну, что ж, дай бог, чтобы тогда это получилось. Время у нас, к сожалению, программа завершается. Вот просто поздравления, да, то есть предприниматели и так далее. Есть такая возможность заранее. Да, сейчас еще не 26-е, ну, вот как раз несколько дней, но поздравить можно. Да, конечно. Уважаемые коллеги, предприниматели, я поздравляю всех от Союза предпринимателей, от наших членов, от себя лично. Желаю всем здоровья. Пусть у них будет оптимизма побольше. Пусть у них не будет штрафов, не будет проверок, не будет кассовых разрывов. Пусть они будут успешны, пусть они мечтают, добиваются своих планов, больших им побед, ну и счастья. Спасибо большое. Я тоже поздравляю вас с праздником. Спасибо. Вам всего хорошего, здоровья, вам терпения в вашем бизнесе, удачи. Ну, а я напомню то, что это была программа «Городские подробности». В гостях у нас была Светлана Халфина, председатель Союза предпринимателей города Кумертау. Вам же я желаю тоже всего хорошего. Оставайтесь вместе с нами, слушайте Радиорис, смотрите канал Арис и Арис24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин